Есть гражданин по фамилии Киев. Среди мобилизованных гражданин по фамилии Киев. Символично, что его ищут перед проходными Клинцовской военной части. Ребята тут же шутят, куда он денется с такой фамилией. У входа родители, жены тех ребят, кто уже проходит подготовку на базе военной части. В принципе, все организовали, конечно. Сейчас уже более-менее кормежка хорошая, все хорошо. Моих уже сверстников, меня просто как я водитель оставили еще, вроде группу будут собирать. А уже, к которым мы приехали, уже ребята, вон они на плацу уже их забирают. Вроде как бы в Белгород. На плаце в казармы СМИ не пускают. Это у военных всегда было табу, сейчас тем более. Но в соцсети льется видео без цензуры и намека на правду. Губернатор Александр Богомаз принимает решение немедленно отправить в точки вопросов рабочую группу. В ее числе замгубернатор, вице-спикер областной думы, руководители Клинцов. Мы посетили две воинские части. Мы встречались и с руководством, с командирами воинских частей и с мобилизованными ребятами. Могу сказать с твердой уверенностью. Мы прошли и казармы, мы общались и на плацу. Было построено подразделение. Я открыто выступал, спрашивал про те вопросы, которые поднимались в социальных сетях. Про лекарства, про жевание, про нехватку матрасов, про кровати. Могу сказать следующее. Накануне прибыла группа мобилизованных, я не могу говорить их количество, она была большая очень группа, с другой области. Сегодня этот вопрос полностью закрыт, по кроватям. А тогда главой администрации города Клинцов было принято решение, к ним обратилось руководство части. И этих людей, которые не смогли разместить это количество, опять же не могу количество называть, разместили в общежитиях. Когда стало понятно, что мобилизованных много, плюс добровольцы, которые сами пришли в военкоматы, и которых тоже надо готовить, военные обратились к исполнительной власти. Гражданские в Брянске всегда готовы помочь, когда есть запрос. Часть ребят, уже оформленных в части, в берцах и цифре, временно разместили в общежитии Клинцовского колледжа, на радость соседкам девчонкам, будущим учителям и воспитателям. Но у ребят все по военным законам. Дневальное построение режим к восьми на полигон, на учения. Боевые действия, тактические, медицинские, подготовка. Медицинские какие-то тактики, тактические занятия, ну много чего разного. То есть все то, что мы смогли когда-то позабыть, все это нам сейчас, грубо говоря, напоминают. Воинская часть полностью готова для принятия, как говорится, оперативных решений и, соответственно, приема личного состава. Команда не справляется абсолютно на 100%. Никто из Дрянской области, вот на сегодняшний день никто не отказался, никто, как говорится, не спасавал, не испугался. Соответственно, сейчас планово все идет. Ребята молодцы. Надеемся, что все у них будет хорошо и выполнить свой гонанский долг с честью и достоинством. Воспринял очень адекватно, повестку принесли домой, получил, собрался с мыслями и пошел. Слава России, будем жить. Самое главное, за себя мы не боимся с ребятами. Самое главное, чтобы здесь все было хорошо, у наших родных, близких, друзей, товарищей. Вот ради этого мы туда идем. Морально готов. Как бы всем готов. Долг. Есть долг. Естественно, есть. А как его может не быть, когда творится такое вокруг. Для этого мы все и мобилизовались, чтобы наши родные и близкие здесь были в спокойствии, чтобы не пришла вся та беда, которая происходит сейчас там и сюда. Поэтому все адекватно все воспринимают и все готовы исполнять свой долг. Сейчас у резервистов обучение. Распределение по задачам и военным частям позже. И хотя это не зона ответственности исполнительной власти, но помочь и поддержать тех, кого мобилизуют от региона, это важно, значимо, необходимо. После этого мы приехали в администрацию города Клинцы, провели совещание. Каждый вопрос обсудили, разобрали, созвонились с губернатором. Командиры воинских частей попросили дополнительно автобусы для того, чтобы быстрее их привозить ребят на полигоны, где они обучаются стрельбе. Ну, не обучаются, а вспоминают. Все это будет выполнено в авральном быстром режиме. Ребята все понимают, взрослые. Не надо ничего объяснять по несколько раз. Поэтому, в принципе, справляемся. Я думаю, все нормально будет. Рабочая группа от губернатора Александра Богомаза разбиралась с вопросами по быту, по лекарствам. Из других регионов были и такие ребята, кто привез россыпью таблетки. Конечно, их не пустили. Какой контингент поступает, это уже потом только проявляется. Поэтому бывают контингенты, скажем так, с наркотическим прошлым. Поэтому отсеиваются все эти лекарства. И эти люди отправляются опять в военкоматы, которые их призывали. То, что касается наших брянских мобилизованных ребят. Мы встречались, заходили в подразделения. Где их переодевают. Форма вся новая. Всего достаточно. Самое главное, у них никакой паники. Вопросы поднимаются, естественно, только о своих семьях. Все эти вопросы будут доложены губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу. Злынка жиряется на почеп новозыпков. Частичная мобилизация идет во всех районах региона. Новую роль брянские парни примерили быстро. Они даже представляются по-другому. Спасибо. Как вас зовут? Сержант Пруин Иванова. Кравченко Валерий Александрович, младший сержант. Младший сержант Кулашко Алексей. Мария Сергеенко, Александр Власов. События Клинцы.